Продолжение следует... Чувствительное и прилагательное в большинстве случаев амонимичное. То есть, как слово, например, сок, сок, переводится на русский язык как холодно, холод, ну и холодный. Соответственно, роль слова в предложении определяется его лексическим значением. Если же он обозначает признак предмета, то это прилагательное. Если это предмет сам, то это имя существительное. А если же это признак действия, то это уже наречие. Также еще отметим особенность прилагательное в туинском языке. СОК ТЮН Холодная ночь В туинском языке прилагательное всегда стоит перед определяемым словом. СОК ТЮН Если же оно стоит после определяемого слова ТЮН СООК ТЮН То это уже именное сказуемое. Ночь холодна. ТЮН СООК ТЮН Вторая особенность. При изменении словосочетания СОК ТЮН Изменяется по падежам только существительное. Имя прилагательное остается неизменным. Например, в изменительном падеже СОК ТЮН Холодная ночь В родительном падеже ХАМА СТРАНЫМ БАДЕЗИ СОК ТЮН Холодной ночи В дателенном падеже СОК ТЮН Таким вот образом. Прилагательное остается неизменным. Если же к прилагательному присоединяются аффиксы падежей, числа, то он уже в предложении начинает играть роль подлежащего. Например, в предложении ЧЕРТЕ ТАСТАРЗИТР На земле лежат камни. АТТАРН АТТАРН ЦЮВАЛТЫМ БЕЛЫЕ Я СОБРАЛ ДЛЯ СЕГА ДЛЯ СЕГА СОЛОГАТЕЛЬНЫЙ ГАГОЛ Что я собрал? БЕЛЫЕ АТТАРН Здесь это уже дополнение. АТТАРН БЕЛЫЕ Отвечает прилагательное на вопрос КАНДЫХ Какой? ЧУЛЮХ Ещё отметим Особенность Перевода Прилагательных Отвечающих на вопрос ЧУЛЮХ УАНЫГИЗИ УАНЫГИЗИ УАН Основа УМ Аффикс прилагательного НЫГ Умный человек переводится В некоторых случаях Перевод на русский язык Осуществляется при помощи прилагательного УМНЫЙ А в других случаях, например НОМНУГИЗИ На русский язык переводится как ЧЕЛОВЕК ЧЕЛОВЕК С КНИГОЙ Вообще аффикс прилагательного НУГ Обозначает Обладание чем-либо Обладание Тем предметом Выраженной в основе НОМНУГИЗИ ЧЕЛОВЕК Обладающий книгой Дословно В некоторых случаях Перевод осуществляется при помощи Предлога В Например КОСТУКТУ КОСТУКТУКИЗИ ЧЕЛОВЕК В ОЧКАХ На туинском языке Словосочетание выглядит как ЧЕЛОВЕК ИМЕЮЩИЙ ОЧКИ А на русский язык переводится как ЧЕЛОВЕК В ОЧКАХ КОСТУКТУКИЗИ